Добрый день, дорогие друзья! И сейчас присоединились к нам и телезрители. Мы снова в эфире радио и телевизора. В общем так, в телевизоре тоже мы находимся. Итак, в студии у нас сегодня налоговые органы. Кирилл Афанасьевич Николаев, здравствуйте. Здравствуйте. Начальник отдела камеральных проверок номер 4, Межрайонная и ФНС России номер 5 по республике. И Наталья Валентиновна Мазайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66 32 11 66. Ну, вообще, мы очень трепетно относимся к налогам. Но это я имею в виду те законопослушные граждане, которые, в общем-то, заплатили налог и спи спокойно. И близится число, к которому мы должны сдать налоговую декларацию за 2016 год. Это 30 апреля. Кто должен отчитаться? Кирилл Афанасьевич. Обязанность по представлению декларации формы номер 3 НДФЛ возникает у граждан, которые получили доходы в 2016 году от продажи имущества, недвижимости, транспортных средств, доходов, полученных от аренды своей недвижимости, а также иных доходов. Имущество должно было быть находиться не более трех лет в собственности. Если имущество находилось более трех лет в собственности, освобождение идет от представления декларации. Имеется в виду, имущество какое? Это все касается того, что вы перечислили. Это земля, квартира, дом частный, машина? Да, под недвижимостью мы все имеем в виду. Квартиру, дачи, жилые дома. И автомобиль? И автомобиль. В том числе. Скажите, а вы сказали, должны отчитаться люди, те, которые сдают в аренду свои квартиры, дома частные. Допустим, я сдаю в аренду свой автомобиль. Я тоже должна отчитаться? Конечно. Понятно. И заплатить налог? Да, при возникновении такой обязанности. До 30 числа еще раз мы напоминаем, что мы должны отчитаться по этим всем делам. При продаже квартиры граждане должны оплатить налог в размере 13% от любой суммы или как? Вот законодатель, он предоставляет право выбора уменьшения своих доходов. Тут у нас два варианта. Это первый вариант. На сумму фактически понесенных расходов по приобретению продаваемого имущества, либо в случае, если это недвижимое имущество в виде квартир, дач, жилых домов, земельных участков, это получается 1 миллион рублей. В случае, если это имущество, транспортные средства, гаражи, прочие там доходы полученные, эта сумма определена в размере 250 тысяч рублей. Вот от этой суммы идет оплата налога? Допустим, возьмем в пример то, что вы продаете квартиру стоимостью 3 миллиона, вы можете сумму уменьшить на 1 миллион, либо на сумму, за которую вы ее приобрели. Допустим, 2,5 миллиона это было, ну, два года тому назад вы ее покупали за 2,5, продаете за 3, разница будет 500 тысяч, и с этой суммы получится у вас 13%. И точно так же, вот такой же расчет ведется и по транспортным средствам, только в размере 250 тысяч должно быть остаться. Да, можно уменьшить на сумму полученных доходов, но не более 250 тысяч. А вот как рассчитывается налог на земельные участки? Там, наверное, разница какая-то есть. На земельные участки у нас, скажем так, особая ситуация. Есть такие очень много случаев, когда человек владеет земельным участком до 3 лет, да, то есть более 3 лет он владеет его, и потом перед продажей он его делит на несколько участков, и у него возникают новые кадастровые номера по новым этим участкам. В данном случае налоговая служба рассматривает как момент возникновения собственности с момента оформления новых участков разделения, ну, либо наоборот присоединения. В данном случае, даже если вы владели большим участком больше 10-20, неважно, лет, а разграничили его на несколько участков перед продажей, то есть с этого момента не прошло еще 3-х лет, у вас возникает обязанность по представлению декларации и отчет, ну, отчитаться по декларации и заплатить налоги. Ну, а все-таки, допустим, я, ну, разделила свои 20 соток, например, на 2 участка. Один участок 10 соток, соответственно, я продаю. Вот как я буду рассчитываться с вами, ну, с налоговыми органами? Ну, в данном случае будет, наверное, зависеть от того, что когда вы его приобрели, то есть, ну, в основном это, ну, если больше 3-х лет, вы можете эту сумму, ну, соответственно, по площади поделить, там, скорее всего, будет разделение долевое, либо применить все-таки 1 миллион вычет в отношении такой продажи. Ну, в зависимости, то есть, у человека, получается, он может, ну, как ему выгоднее, да? Да, это по его усмотрению. В каждом, ну, в каждой отдельной ситуации, вот, на выгоду самого физлица, который, вот, обязан уплатить налог, там, вот, сам должен рассмотреть, рассчитать и выбрать. А по поводу автомобиля, тут немножко, ну, как бы еще раз, давайте мы повторим по поводу продажи автомобиля. Допустим, в прошлом году, в 16-м году, ну, там, я продала автомобиль, да, за, допустим, сумму в 500 тысяч рублей. Вот из этой суммы сколько я должна платить? Ну, какой будет налог? Налог будет, ну, если вы его купили за ту же стоимость, продаете за ту же стоимость, то у вас налог к уплате будет ноль. Даже если я не платила 3 года. Договор, если вы не можете подтвердить свои расходы по приобретению этого транспортного средства, вы можете воспользоваться, вот, как раз 250 тысяч, вот, уменьшение суммы дохода. То есть на разницу в данном случае будет опять-таки 250 разница и 13 процентов с этой суммы. Понятно. Ну, вот кто-то еще чем-то интересуется. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, будьте добры. Здравствуйте. Добрый день. Я вот хотел бы вопрос задать, а вот с якутского города. Я на вычет давал, да, вот документы, получается, 10-го февраля, а, нет, 9-го или 8-го февраля. И когда оно будет поступать, вот эти деньги, вопрос такой. И второй вопрос, вот, за 3 года я, получается, заработал по этим, по своим НДФЛ и посмотрел 1 миллион 800. И у меня ипотека получается, и налоговый работник сказал, что, чтобы по ипотеке получить вот этот вычет, ну, там, большая сумма, вам нужно зарабатывать, получается, 2, больше 2 миллионов. Что-то я вообще не понял. Вот, насчет этого хотел узнать. Спасибо. Ага, спасибо большое. Очень интересные вопросы. Ну, по первому вопросу, по срокам проверки декларации на имущественный вычет, вот, я так понял. Если вы сдавали в феврале месяце, у нас срок проверки, камеральной проверки декларации составляет 3 месяца с момента представления. Ну, в данном случае я услышал дату 9-го февраля. То есть, срок проверки у вас будет 9-го мая. И вместе с декларацией вы, скорее всего, сдали заявление о возврате налога. Срок по проверке этого заявления, ну, по отработке этого заявления составляет 1 месяц с момента окончания камеральной проверки. Ну, грубо рассчитаем, это будет где-то 9-го июня. А денежки, когда человек может получить, все сразу? До 9-го июня. В зависимости от заработной платы, это НДФЛ? Вот, насчет этой суммы, ну, разграничения, да, то, что вот зарплата должна быть более 2 миллионов. Если у человека зарплата не позволяет применить полностью имущественный вычет в одном отчетном периоде, то остаток с 2 миллионов, он переносится на последующие годы. Но при этом условия обязательно, это в последующих годах у физлица обязательно должен быть доход, с которого удерживался налог НДФЛ. То есть, получается, это может быть в зависимости от заработной платы. Чем она выше, тем, соответственно, срок этот короче. Если зарплата, допустим, в пределах 50 тысяч, например, у человека, да, ежемесячно, то, соответственно, срок будет немножко, ну, продлеваться, и получается... Ну, как бы, да, те же налоги, они будут возвращаться, как бы, да, ну, ежегодно, в какой-то... А в какой период? Период неограничен до того, как он получит все вот суммы вычета 2 миллиона. Ну, в суммовом выражении, которые будут поступать на расчетный счет в физлице, А вот от 2 миллионов это 250 тысяч. 260 тысяч. То есть, вот, примерно, вот, можно рассчитать даже так, да, если 50 тысяч зарплата, то, соответственно, это сколько лет, ну, налог будет возвращаться? Ну, если, грубо говорить, это 600 тысяч в год, ну, соответственно, это, ну, где-то 3 с лишним... 4 года будет. 4 года. 4 года он получит, да. По 50 тысяч где-то. Ну, или в той сумме, в которой были исчислены, ну, как бы сказать, забрали налог, и этот налог будет возвращаться человеку, да? Да-да. То есть, не сразу вся сумма, имеется в виду, будет возвращена вот 250 тысяч прямо завтра, да? Да. Вот это нужно понимать. Скажите, а вот еще по поводу, вообще, в целом, вот кто может рассчитывать на налоговый вычет? То есть, это одна из возможностей, как бы, вернуть средства, уплаченные государству? Ну, надо, наверное, начать с того, что вообще у нас несколько видов вычетов. Стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные. Ну, в основном обращаются, конечно, по социальным и имущественным вычетам. Обязанность представления декларации, допустим, вот у нас в начале передачи говорили про 30 апреля. У таких граждан, если которые заявляют только вычеты, и у которых возникает налог к возврату, у них не действует ограничение срока представления декларации. И у них не возникает обязанности за, вот, ответственности за, вот, нарушение сроков этих. Ну, очень много граждан боятся этих, вот, этой ответственности почему-то. И все пытаются представить до 30 апреля именно по вычетам, чтобы получить из бюджета деньги, получается, да. А граждане, которые обязаны сдать декларацию и оплатить налоги возника, они почему-то не спешат. И, ну, не знают, что ли, про ответственность, ну, так скажем, я, может, напомню про ответственность. Да, вот ответственность, что нам грозит, если мы вовремя не задекларируем свои доходы, полученные вследствие, там, продажи, да, вот, допустим, продали квартиру, еще раз напомним, продали машину, земельный участок или сдавали в аренду что-то или кого-то. Ну, что-то, да, квартиру или машину. Ответственность в данном случае рассчитывается следующим образом. Это 5% от суммы налога, которую вы должны заплатить по данной декларации. За каждый месяц просрочки, а месяц считается полный или неполный, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей. Ну, дорогие друзья, в общем, это очень, как бы сказать, такое дело, нужно дружить с математикой, ну, и быть, в общем-то, ответственным человеком. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, никуда не разбегайтесь, ну, дальше будет, в общем, ну, не сказать интересно, но, во всяком случае, информативно. Дорогие друзья, у нас в студии сегодня налоговые органы, и вы можете поинтересоваться, вот, в какой сумме вы должны оплатить налоги, когда это произойдет. Ну, мы сказали уже, что это 30-го числа, мы должны сдать декларацию, если мы в прошлом году продали, ну, что-нибудь из своего имущества, там, лишнюю квартиру, частный дом, ну, или, может, автомобиль. Ну, допустим, давайте мы хорошенечко вот сейчас расскажем нашим зрителям, слушателям по поводу того, какие ответственные, так сказать, ну, решения должны стоять в голове у человека, да, должен держать человек. Что если я не заплачу налог вовремя, до какого-то времени, вот 30-го апреля мы сдали, ну, не 30-го, до 30-го мы сдали декларацию, у нас 3 месяца есть период, когда мы должны заплатить этот налог. Да, правильно? Да. Допустим, квартиру мы продали в прошлом году за 5 миллионов, ну, такая вот ситуация, допустим, да. С этих 5 миллионов сколько налог составит? Вот что я должна заплатить государству? Ну, давайте рассмотрим случай, когда у вас нету подтверждающих документов по приобретению данной квартиры, в данном случае вы можете уменьшить сумму доходов, вот 5 миллионов, на 1 миллион рублей. 4 миллиона остается. Налоговая база составит 4 миллиона, с которой рассчитывается сумма налога 13%, это составит 520 тысяч рублей. Налога, который вы обязаны заплатить до 15-го июля, вот в данном случае 17-го года, за 16-й год. То есть вы декларацию сдали, ну, допустим, к 30-му апреля, да? Успели в срок. Ну, или 30-го апреля, последний срок, до 8 часов вечера, да, до 20.00? Можно сдать. До 12 часов, если вы подключены к личному кабинету, вот, к которому мы перейдем дальше, вот, срок считается до 12.00. А, до 12.00 все-таки, да? А, ночи даже. Конечно. Вот, так что, дорогие друзья, до 24.00 в электронном виде, ну, а если мы пришли сами в налоговую службу, то до конца рабочего дня, да, до 20.00. Так получается, да? По графику работы у нас апрель месяц каждый день до 20 часов мы работаем. Выходные дни по субботам мы работаем с 10 до 3 часов, до 15 часов. И 30 апреля у нас приходится на выходной день и переносится сдача декларации на первый рабочий день, который будет после 30 апреля. То есть в этом году, это будет 2 мая, и 2 мая в течение всего дня, последний день, сдача и декларации по форме трендового. То есть до 20.00, это если вы сами придете в налоговую, а если вы сдаете через интернет, то 24 часа у нас. У нас 2 мая будет уже рабочий день до 18.00. А, будет, да? Ну вот, пожалуйста, имейте в виду, что в это время мы должны сдать декларацию. Это не значит, что мы прям деньги должны сегодня сдать, да? У нас остается 3 месяца, чтобы как-то где-то наскрести вот эти полмиллиона и сдать в налоговый орган. И уплатить в налог бюджет. Через Бирбанк. Да, и как бы тоже ответственность... А если человек не сдал вот в течение 3 месяцев, тогда что наступает? Ну, если он не уплатил до 15 июля... За ним придут. Будет программно начисляться в карточке расчетов с бюджетом этого физического лица пени. Она считается как 1,3 150 ставки рефинансирования суммы налога, которая подлежит уплате, умножена на количество дней просрочки. Ну, это сколько, например? Чем больше сумма, подлежащая уплате, тем больше пеня. Ну, вот с 500 тысяч, это сколько будет? Допустим, 5% или сколько? Нет. 1,3 100. 1,3 100 ставки рефинансирования. На сегодня ставка рефинансирования 8,75 составляет... Делим на 300? Делим на 150 для физических лиц. Ага, 150. Делим на 150 эту ставку, умножаем на сумму налога и количество дней просрочки. И умножаем еще на количество дней, да? Да. Да, и получается, ой-ой-ой, в общем, сумма. Конечно. То есть желательно, да, вот чтобы, ну, мы все понимали, что 30-го мы отчитались 2-го мая, последний день, если уж так вот, ну, как обычно у нас бывает. Да, по законодательству. Да, и затем 3 месяца мы должны вот в течение 3 месяцев отчитаться, не то что отчитаться, заплатить уже, да, уплатить эти налоги и спать спокойно. Да, хочу все-таки акцентировать внимание слушателей на том, что в большинстве случаев по просрочке и оплаты, и представления декларации, граждане ждут от налогового органа бумажку какую-то, да? Скажем, тут в кодексе прописана обязанность граждан, то есть обязанность налоговых органов извещать о необходимости представления декларации. То есть то, что у нас, возможно, есть какие-то данные по вашей продаже, но мы не обязаны вам напоминать, чтобы вы представили декларацию, да? Вот в голове у гражданина должно быть сложиться такое уже мнение, что когда он продает квартиру, он уже должен знать, что у него наступает обязанность по продаже, по оплате налога и представления декларации. Независимо от того, что вы там найдете время и напишите ему письмо, да? Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет во всех органах, все органы уходят в электронное правительство, да, электронный документооборот. Это значит, что мы в скором времени вообще вас будем видеть только в телевизоре или там, я не знаю, и только слышать такое грозное, что вот есть налоговые органы, да? То есть мы в скорости наверняка, вы уже прекратите, вот когда люди будут приходить к вам и по очереди, пусть даже там по электронной очереди, общаться с вашими сотрудниками. Когда это время наступит? Ну, я не знаю, радоваться этому или, может быть, печалиться как-то вот? Ну, тут вот надо сказать, что сейчас активно ведется такая работа по электронному документообороту, то есть между налоговым органом и налогоплательщиком должен существовать электронный документооборот. То есть мы должны общаться путем электронного взаимодействия, без прихода налогоплательщика, гражданина, физического лица в операционные залы. И для этого Федеральная налоговая служба активно внедряет вот этот электронный документооборот. И одним из таких передовых, такого передового взаимодействия, это личный кабинет налогоплательщика. Он размещен на информационной площадке официального сайта ФНС России. И если вы подключились к личному кабинету налогоплательщика физического лица, вы можете контролировать состояние своего расчета с бюджетом через личный кабинет. То есть, вот, к примеру, вы должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 апреля. Но вы не успели. Ой, до 15 июля, извините. Но вы не успели по какой-то причине. У вас в личном кабинете, конечно же, сразу уже вы увидите даже начисление пени. То есть, вы посмотрите, что вам начислен налог в размере 520 тысяч рублей. И если вы не уплатили в срок, вы уже на следующий день будете... То есть, этот сервис непосредственно то же самое, что у нас в нашей базе начисления налога происходит. А вот сейчас, до 30 апреля, мы можем отчитаться тоже в электронном виде? Конечно. Если вы зарегистрированы в личном кабинете, и у вас имеется неквалифицированная электронная подпись, вы вправе представить декларацию 3НДФЛ путем, посредством заполнения ее в личном кабинете и сдачи ее в налоговый орган. Но для того, чтобы у налогоплательщика возникает сложность в... В написании вот этого вот дела. Нет, они не знают, где она лежит, эта декларация, это во-первых. И во-вторых, они не знают, как получить эту электронную подпись. Для того, чтобы заполнить декларацию, вы должны... Быть немножко бухгалтером. Ну, да, наверное, чуть-чуть и бухгалтером, но она находится... Когда заходите в личный кабинет, там есть документы налогоплательщика. И заходите туда, открываете раздел налог на доходы физических лиц, и там вы увидите. Там есть справки 2НДФЛ, которые вам выдает работодатель. И там есть декларация 3НДФЛ. Открываете этот раздел, выходит эта декларация, вы ее заполняете. Для того, чтобы получить электронную подпись, вы в правом верхнем углу личного кабинета, там есть закладка профили. Вы заходите туда и получаете через профили эту электронную подпись. То есть, в принципе, если у налогоплательщика имеется электронная подпись, неквалифицированная, он может отправить эту декларацию как имущественные вычеты, так и при продаже. По имущественным вычетам, там же имеется пакет документов, довольно-таки объемный. Но если у налогоплательщика нет сканера, который прикрепит эти файлы, скан-образы, чтобы они поступили к нам, то есть подтверждающие документы, они могут эти документы, копии скопировать, принести к нам в операционный зал и сдать 20-е окно, не стоя в очереди для того, чтобы сдать декларацию. На сегодняшний день у нас очень много народу, вы сами, наверное, знаете, и мы призываем пользоваться личным кабинетом не только для сдачи деклараций, но также и по уплате имущественных налогов, потому что очень много приходит, мы не знаем, за что там нам надо платить, есть ли у нас задолженность. Зайдя в личный кабинет, вы будете контролировать состояние расчета с бюджетом по налогам, как задолженность, так и уплата. Понятно. Но смотрите, а можно, допустим, люди теряют свои пароли и так далее, да? А как можно записать, может, татуировку набить где-нибудь, чтобы не забывать свой пароль? Можно вот по, допустим, я в госуслугах зарегистрирована, и вот поэтому своему паролю зайти к вам? Могу или нет? Вы можете зайти. Могу, слава тебе, господи. Ну вот, дорогие друзья, в общем так, сегодня у нас в студии были представители налоговой службы Кирилл Афанасьевич Николаев и Наталья Валентиновна Мазайтиса. Я думаю, очень подробно она рассказала, как работает вообще личный кабинет и какие блага сулит, как говорится, если человек, ну, шарит, скажем так, прокачан в интернете. В принципе, это всё можно. Но большое огромное спасибо, что вы пришли к нам, немножко как бы разъяснили, и какая ответственность нам грозит. Платим налоги, спим спокойно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok